Отношение государства к учителю – это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости. Отто фон Бисмарк. Профессия учителя, требующая большого терпения и трудолюбия, важна в становлении и развитии нашего общества. Поэтому нелегкий труд преподавателей, работников системы образования заслуживает глубокого уважения и поддержки со стороны государства. Именно учитель воспитывает молодежь, формирует новое прогрессивно мыслящее поколение. По сути, педагог отчасти формирует будущее общество. В стенах наших школ дети осознают себя гражданами на основе изучения истории, родного языка, культуры и традиций своей страны. Сегодня наша молодежь во многих странах мира, благодаря упорству и трудолюбию, достигает больших успехов в науке, бизнесе и других сферах, завоевывает призовые места на международных олимпиадах. Развитие сферы образования создаст возможность ответить на все вызовы современности. В честь профессионального праздника работников образования и столетия системы образования Кыргызстана в национальной филармонии состоялось торжественное мероприятие. В праздновании приняли участие педагоги со всех уголков страны, а также ветераны педагогического труда, которые несли значительный вклад в развитие образовательной системы. В своем выступлении президент Садыр Джапаров выразил благодарность учителям за их труд и вклад в развитие будущих поколений. Также глава государства отметил, что с момента обретения независимости Кыргызстаном, несмотря на экономические трудности, в системе образования начались изменения. Государство предпринимает комплексные меры по совершенствованию системы образования. Важные шаги были сделаны в цифровизации процессов – от поступления в детские сады до университетов, что снизило коррупционные риски и облегчило жизнь гражданам по всей стране. Также государство поддерживает учителей. Их заработная плата приравнена к средней по стране, что позволило сократить дефицит преподавателей в 3,5 раза. Ведется строительство школ, чтобы решить проблему нехватки учебных мест. И увеличено финансирование на образовательные нужды. Объем бюджета, выделенного на образование, увеличился с 36 до 65 миллиардов сомов. Кыргызские школьники стали занимать лидирующие позиции на международных олимпиадах, что стало возможным благодаря стараниям и самоотдаче наших учителей. Кроме того, государство выделило 678 миллиардов сомов на приобретение ноутбуков для педагогов, чтобы каждый был ими обеспечен. Среди присутствующих на торжественном мероприятии была Назгуль Ханебекова, которая накануне была удостоена звания «Лучший учитель 2024 года». Она преподает математику в школе-лицее Белим в Приожском государственном университете и работает в системе образования уже 10 лет. Она отметила, что учительство для нее – это не просто профессия, а настоящее призвание, которое требует преданности и самоотдачи. Как лучший педагог страны Назгуль Ханебекова будет награждена квартирой в Бишкеке, в которой ее семья остро нуждалась. Каждый урок я начинаю с мотивации, ведь не все ученики увлекаются математикой. Стараюсь проводить занятия так, чтобы они были интересными и увлекательными для всех. Когда я готовлюсь к уроку, я применяю индивидуальный подход, учитываю способности и интересы каждого ученика. Раньше таких наград никогда не было, и я уверена, что это станет огромной мотивацией не только для учителей, но и для тех ребят, которые планируют связать свою жизнь с педагогикой. Ранее наша семья жила на съемной квартире в Аше, и мой муж был вынужден уехать на заработки, чтобы накопить на собственное жилье. Теперь мы ждем его возвращения. Учителя всегда играли ключевую роль в развитии любого общества, и Хыргызстан не исключение. В современном мире, где знания становятся главным ресурсом, значимость учителя возрастает многократно. Он не просто передает информацию, он формирует личность, развивает навыки, учит мыслить критически и искать собственные решения. В связи с этим роль учителя в нашем обществе становится не только важной, но и стратегической. В школы нужно приходить с любовью к этой профессии. Сейчас государство создало все условия для комфортной работы. В какой класс не зайдешь, везде установлены видеокамеры, интерактивные доски, компьютеры, есть спортивный инвентарь. Остается только работать. Особенно за последние три года школы полностью укомплектованы. Родителям больше не приходится покупать ничего дополнительно. В библиотеках достаточно учебников и литературы для всех. Зарплаты были существенно повышены. За 30 лет мы никогда не получали таких выплат. Сейчас даже у молодых учителей заработная плата наравне с нами. Учителя – это хранители традиций и культурного наследия. Однако в последние десятилетия перед ними стала новая задача – адаптировать традиционные методы преподавания к меняющимся условиям современности. Цифровизация, развитие интернета и новых технологий ставят новые вызовы перед учителями, которые теперь должны не просто учить, но и помогать детям адаптироваться к современному информационному миру. В области образования у нас в Кыргызстане очень много зданий строятся. Почему? Потому что два года назад вообще мало было детских садов, средних специальных школ и так далее. Постепенно сейчас выливаются наши заработные платы учителей. Но это не главное оказывается. Учитель должен быть готов, каждый день он должен учиться и повышать свои профессиональные качества. В последние годы государство стало уделять больше внимания развитию образовательной системы. В частности, было увеличено финансирование на модернизацию школ. Разработаны программы повышения квалификации учителей. Введены новые стандарты обучения. И самое главное, реализуется программа «Алтын-Казык», направленная на перевод школьной системы на 12-летний формат. Также госпрограммы направлены на повышение престижа профессии учителя и обеспечение достойных условий труда. За эти годы, по сравнению с предыдущими историческими годами, действительно происходит очень стремительное развитие и инвестиция в систему образования. Это повышение ежегодного финансирования именно системы образования. Если только 5 лет тому назад было 40 миллиардов, сумма была сейчас 65 миллиардов, в этом году еще сильнее увеличивается по поручению президента. На следующий год мы, наконец-то, неразрешенные 30-летиями проблемы учебников разрешим. В последние годы также уделяется внимание развитию профессиональной подготовки учителей. Внедряются программы повышения квалификации, которые помогают педагогам осваивать новые методы преподавания и использовать инновационные технологии в процессе обучения. Зарплата повысилась, это все ощущали. Из-за этого вакантные места сократились. В последнее время очень много желающих быть педагогом. И здесь пороговый балл повысили, но все равно желающих много. Особое внимание уделяется повышению квалификации наших педагогов. По линии Всемирного банка мы обучили 58 800 учителей, повысили квалификации. По линии ЮСАИД 27 тысяч учителей. Наши республиканские институты, областные методцентры и институты образования повысили примерно 15 тысяч учителей. То есть в этом отношении работа идет, я бы сказал, в хорошем темпе. Еще одной важной тенденцией последних лет стало привлечение молодых специалистов в сферу образования. Благодаря господдержке и улучшению условий труда, все больше молодых людей выбирают профессию учителя. Последние годы очень много студентов приходят на работу в школу. Допустим, в этом году в нашу школу именно в начальные классы пришли 6 молодых специалистов. Мы очень рады, что есть желающие, которые хотят продолжить наше дело. С целью повышения качества образования президент Садыр Джапаров поручил обеспечить всех учителей средних школ Кыргызстана ноутбуками. Это необходимо для того, чтобы педагоги могли активно использовать передовые цифровые технологии и повышать свою квалификацию. Профессия учителя – это призвание, которое требует не только знаний, но и глубокого понимания своей миссии. Учитель не просто учит, он вдохновляет и ведет за собой. Важно понимать, что труд учителя часто остается незаметным, но его вклад в развитие общества неоценим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова